Дорогие друзья, доброго времени суток. Это МИАС ЛАЙФ, подкаст, видеоподкаст, что-то интересное с Дианой Мэйер, Диана Мэйер. Я, а это Татьяна Чеширская, врач-невролог, психосоматический терапевт. И, как вы уже догадались, речь пойдет о психосоматике. Сейчас все плените к экрану, можете начинать нарезать какую-нибудь морковку на суп, потому что нас можно не смотреть, хотя, конечно, смотреть лучше. Можно нас просто слушать. Та информация, которую мы сегодня вам постараемся дать, будет интересна и, возможно, как-то поменяет ваше мышление. А перед этим я хочу рассказать, где мы находимся в прекрасном месте. Оно новое для нашего города МИАС. Это гриль «Стейк Хаус Бизон». Я все время путаю это название, но самое главное – Бизон. Мы находимся на Уральских Добровольцев 2. Сейчас расскажу подробности. «Стейк Хаус Бизон» – новое место в нашем городе, где для вас готовят премиальные стейки из мяса бычков Black Angus, кукурузного от корма. Кроме стейков, в меню шашлыки из корейки, крылышки барбекю, овощи на мангале, разнообразные салаты и закуски. С 10 до 12 утра в Бизоне вкуснейшие завтраки, а с 12 до 16 – время бизнес-ланчей. Ассортимент блюд делового обеда обновляется каждый месяц и не наскучит. Авторские лимонады, смузи, чаи заслуживают вашего внимания. По выходным в Бизоне – живая музыка, кулинарные мастер-классы для детей, сальса-вечеринки и танцы под диджейские сеты. Любое торжество под ключ. Следите за новостями в соцсетях «Стейкхаус Бизон» уральских добровольцев 2. Ну и давайте приступать к разговору. Психосоматический терапевт Татьяна Чеширская. Когда мы формировали наш график нашей встречи, я так поняла, что вы часто встречаетесь с семинарами, какими-то лекциями про психосоматику. Ну да, мне это очень интересно. Мне интересно доносить вот эту вот мысль, популяризировать ее. Хотя сейчас к моей радости это слово, этот термин, мне кажется, на устах вообще у всех. Да, да. Сейчас из любого учеба коленка болит, и это психосоматика. Вот я хочу разобраться хотя бы в каких-то базовых вещах, и я так понимаю, что и у людей тоже отклик, что им интересно узнать, что же это такое, и вообще насколько отличается от медицины. Перед тем, как мы начнем говорить про психосоматику специально для скептиков, и Андрея Данилова в частности, я говорю, ребята, мы не говорим не лечиться. Мы говорим, что-то болит, идите к врачу, делайте анализы, делайте какие-то, не знаю, процедуры. Но мы дадим какую-то альтернативную версию, как подумать, как помыслить в какую-то другую сторону. Возможно, это будет тоже полезно вместе с какими-то медицинскими процедурами. Вот, давайте разберемся, что такое психосоматика. На самом деле, это как раз-таки процелостный подход. Это еще Сократ говорил о том, что вы не можете приступить к лечению глаза, не думая о голове, да, и к лечению головы, не думая о теле, и к лечению тела, не думая о душе. Ну, то есть, сколько лет, тысяч лет, да, этим словам, на самом деле, мне кажется, все, кто стал, хоть как-то сталкивается с историей помощи людям, да, все должны вот думать об этом комплексном подходе. Вот, к сожалению, в медицине что есть? Вот есть, ну, вот я, например, врач-невролог, да, есть там врач, не знаю, там, хирург, гастроэнтеролог, ну, вот гастроэнтеролог, да, вот он лечит желудочно-кишечный тракт, да. Этот врач лечит то-то, и все они что-то лечат, и нету вот этого единого. Да, есть врач-терапевт, но терапевт чаще всего это такая просто отправная точка, которая направляет к неврологу, к хирургу, да, и так далее. То есть вот этого единого подхода, его как будто бы мало. Хотя, ну, как я уже говорила, такие хорошие врачи, да, с большой буквы, они все думают как раз-таки о психологии. Это психосоматическая составляющая любого заболевания. Еще, в принципе, во времена моей учебы, это, дай бог, там 90-е годы, да, любое заболевание, приступаешь к изучению, да, и там вот в патогенезе, из-за чего развивается? Там обязательно звучит слово стресс. Вот давайте копнем вот туда. Вот не это ли психосоматика, да? Откуда берутся вообще заболевания? Ведь не обязательно жить, что это генетическая какая-то история. Да, набор генов у нас у каждого есть. Но что именно выбьет этот ген? Что именно включит его, чтобы он заработал, и болезнь начала как-то проявляться? Да, и как понять, вот какой все-таки орган включится, да, у того или иного человека? Сложный вопрос, правда. Очень охота сказать, что, блин, все просто, да, и почему до сих пор сложности есть в, ну, так скажем, в научном подходе, да, хотя вот я тебе говорила, что вот есть вот статьи, которые доказывают влияние психосоматики, да. То есть собрано какой-то анализ. Да, да, да. Вот, тем не менее, почему сложно, ну, вот к некой научности привести, потому что нету единого такого, например, болит коленка, да, это вот у тебя то-то-то, или вот как раньше говорили, страх живет в почке, да, или что-то в этом роде. Или там горло что-то недовысказанное, и так далее. Вот, нету, нету такой категоричности, которая может быть применима к каждому человеку, вот, и, соответственно, вот, когда мы думаем о развитии болезни, мы тоже не можем вот четко сказать, что вот это, вот это, вот это у тебя сейчас там вышибется, да, или почему именно так? Поразмышлять можем, но поразмышлять мы можем ретроспективно, не вперед, да, а вот именно заглядывая назад, проанализируя, и вот уже сказать, что вероятно, вот это, вот это и вот это у тебя дало сбой. А что такое психосоматика, вернее, что такое болезнь с точки зрения психосоматики? Вот с точки зрения психосоматики болезнь – это ответ организма на какую-то конфликтную ситуацию. То есть вот в любом заболевании, в любом симптоме обязательно есть какая-то история, ну, то есть вот какое-то событие, которое привело к тем или иным нарушениям. И если говорить, ну, такое психосоматика, которое сейчас, ну, популяризируется, да, то по факту болезнь, она не относится к чему-то негативному, то есть к тому, что… Не чтобы наказать человеку. Наказание, да, случилось там или еще что-то. А для чего-то? А для чего-то? Именно правильно ты вопрос задала. То есть организм как будто бы начинает нам помогать прожить… Ту-ту-ду. Да-да-да, прожить ту или иную ситуацию. Сейчас объясню. Например, вот смотри, всем известны такие истории, когда она, если у женщины ребенок попадает под машину, она в состоянии стресса способна поднять эту машину и вытащить ребенка. В нормальном состоянии она это не способна сделать. А вот в стрессовой ситуации у нее откуда-то берутся вот эти силы, чтобы, ну, стать гераклом. Она ребенка достала, и потом у нее такая, ну, гипотония наступает. То есть ей нужно восстановить эти силы. Вот это очень яркий пример формирования симптомов в организме. То есть на какую-то ситуацию определенную, да, организм вдруг начинает усиливать функцию того или иного органа для того, чтобы, ну, например, если с желудком, да, переварить что-то. Вот. Хотя все эти механизмы, они глубоко биологичны. Ну, вот то же самое, что я сказала, например, женщина достала ребенка. Можно ли назвать это психосоматикой? В принципе, да. Да. То есть вот психосоматика сейчас, она как раз вот про комплексный подход и показать, как происходит взаимодействие психики, мозга и тела. У нас есть три составляющих. Мозг, психика и тело. И психосоматика, она как раз про объединение всех этих понятий, да, не то, что, допустим, вот только мозг рулит, да, или вот только, а именно про объединение. И если изменения происходят на каком-то одном уровне, то претерпевают изменения все остальные уровни однозначно. Мы не можем испытывать, ну, какую-то там эмоцию без отражения в теле. Она как минимум подкреплена гормональной вспышкой, как минимум. Вот давайте про эмоции. Да. То есть какие-то непрожитые эмоции. Вот ты сильно разозлился, но ты сейчас находишься в обществе и не можешь показать, как ты сильно разозлился. Ты это все дело схавал условно. Так. Где-то это немножечко залегло. И потом? И потом привет. Привет! Привет! Я в 2003 году, да, сделала это. Ну, то есть непрожитые эмоции являются... Нереализованные. Да, нереализованные. Ну, то есть на этом, как сказать, построена методика такой гештальтерапии, да, вот иди, иди заверши, иди сделай это действие. Ну, и самое классное в, ну, так скажем, в терапии самой психосоматики, что ты можешь не конкретно реализовать это действие, да, а даже виртуально попробовать реализовать там, не знаю, там, убить кого-нибудь, да, который типа прям сильно-сильно бесит, да. Побить подушку, порвать, почиркать. Вот ты говоришь про физическое, а я тебе хочу донести еще мысль. А, что это в голове можно сделать. Это я вообще люблю, я считываю, думаю, так, сейчас все вот сейчас так напряжены, это моя вина. А ты вспомни сейчас вот такой яркий прям случай, яркий момент, вот просто вспомни. Что я виновата. Да, вот когда ты все вспомнила. Ну, хорошо, вспомнила, да, да, да. Да. Как тебе? I'm so sad. Я очень грустная. Да, то есть вот смотри, вот это, как будто не моя вина дошла. Даже на долю секунд, раз ты такая даже замерла, да, и такая... Я хочу отстраниться от этой ситуации. Да, 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 и погрузилась в себя. Вот, понимаешь, как это работает? И в тебе сейчас что-то происходит. Перестаньте со мной это делать, Татьяна. Вот, а теперь попробуем вспомнить момент, когда ты влюбилась. Вот прям, когда тебя туркинули. Это совсем другие ощущения, типа. Все стало вокруг голубым и зеленым. Прикинь, да? И вот как ты сейчас себя чувствуешь? Это большая разница. Доля секунды. Вот минуту назад ты была в одном состоянии, сейчас ты в другом состоянии. Понимаешь, о чем я? И вот это вот по факту происходит вообще вот постоянно. Всегда в организме идет отклик на ту или иную мысль, да. То есть, опять вот возвращаясь к тому, что сложности есть, вот, допустим, в научной некой такой классификации, да, что вот это от этого, то от этого. Там, как вот я раньше, если знакомилась, там, с синельником, да, кто там еще есть. То есть, вот, у них конкретно, вот болит вот это, значит, у вас вот то-то. Ничего подобного. Это так не работает. Потому что у каждого своя история развития, да, и вот я тебе сказала вот это, вот это, ты чувствуешь вот так вот себя. Скажу это другому человеку, он будет проживать это немножко по-другому. Что, если у него первая влюбленность, это вообще не очень будет. Да, и какой-то там трэш вообще случился, да, и потом раз, и у него такая закрылась вот такая кулиточка. Хотя, смотри, мы с тобой назвали два чувства, чувство вины и чувство любви. И то, и другое, на самом деле, для организма стресс. Ты же не можешь отрицать, что когда мы влюбились, это не стресс. Мы там на гормонах на таких летаем, что вот, то есть, то и то для организма стресс. И мы, по факту, сами это окрашиваем еще сверху. Через свое, там, через свою призму восприятия мира и себя в этом мире. Да, 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 через свой собственный прожитый опыт. Вот я сейчас мысль к этому веду, что у нас мозг вообще действует от пункта А до пункта Б. Как научили? Как научили. И если мы вот в этой точке выжили, то организм понимает, ага, действуем вот так вот. И сейчас будем вот жить вот так вот и топать вот так вот, да, вот такими вот шагами. И не всегда это про эффективность. Иногда мы можем и жить, и тратить на это больше своих собственных сил. Да, да. Про стресс. Что такое стрессы и как от него избавляться? А стоит ли? Ну, если он... Как, ну, лишнее напряжение. Любая, по факту, история стрессово-неудовлетворенная, вообще, на самом деле, она всегда про развитие. Это как минимум, если ты, ну, вот как бы эффективно с этим справляешься. Давай с этого начнем. Мне нужны практические действия, чтобы мы и мои люди понимали о чем. Вот, например, на работе стрессовая работа, и человек, женщина, допустим, ходит на нее, ходит, ходит, и она уже не хочет туда ходить. Но она делает это ради чего-то, потому что сложно изменить ситуацию. И она ходит, 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 и она вся в стрессе, она вся задерганная, вся сжатая, как просто пружина. Как быть? Слушай, ну, как минимум признать, во-первых, наличие этого стресса, да, и что ты по факту... Она это вызывает. Да-да-да, и что ты по факту сам добровольно подписываешься под это, да, и уже исходя из этого, потому что мне кажется, вот, не кажется, давай я исправлюсь, а в животном мире такого не будет. Ну, то есть вот, если жить более биологично, да, прислушиваясь к себе, к своему самоощущению, да, здоровью опять-таки, то вот такой истории не будет. Никакое животное, так скажем, да, не будет ходить так на нелюбимую полянку, да, на нелюбимую полянку к нелюбимым там тиграм, да, не будет себя заставлять. Ну, то есть так в биологии не работает. Ну, да, но у нас общество по-другому устроено, иди зарабатывай деньги. Да, то есть как минимум надо вот признать, что это в твоей жизни существует, и что ты сам под это подписываешься. И что ты... И тогда задать вопрос самому себе, что я могу изменить в этой ситуации, если меня так не устраивает. Что я могу изменить, да, и что я получаю, и могу ли я получить это другим способом. Ну, то есть если я хожу ради денег, там, какой-то самореализации, где я могу в другом месте получить то же самое. То есть вот смотри, есть стрессовый, стрессоген, да, стрессовый фактор, почему я опять к нему, опять и опять возвращаюсь, да, почему? То есть это себе в первую очередь задать вопросы. Вот, это прям самое важное, начать наблюдать, фокус внимания на себя развернуть. А что же меня так бесит? Да, в том числе, поразбираться, во-первых, да, можешь ли ты здесь продолжить, да, или тебе надо сменить. Понятно, что мы не будем там 500 работ менять, вот, но как минимум начать вот задавать себе вопросы. Можешь ли ты этот стресс, ну, уйти от этого стрессогена? А зачем? Ну, это если в условиях работы, потому что работу сменить легко. Труднее сменить мужа, труднее сменить ситуацию, когда ты приходишь уставший с работы. Господи, спасибо, что это не моя сейчас жизнь. А дети там не делают уроки, там, собака, что-то наблевала на ковре. И ты понимаешь, что сейчас себе еще потратить на два часа не на себя. Не на себя. Вот, Диан, вообще, с точки зрения физиологии, любая эмоция проживается максимум 15 минут. Максимум. То есть вот если тебя там накрывает, ты злишься, да, или еще что-то. Вот у тебя есть определенное время, с точки зрения физиологии, нормальное. Мы же живые люди, и мы можем реагировать и на то, и на то, и на то. Ну, дома-то да. Все, что выходит за рамки, там, 15, ну, там, 30 минут, это уже твой выбор. То есть тебе это зачем-то надо. Уже в организме это не действует. Да, женщина за-за-за-за-за-за-за-за-за-за. И здесь еще назарили. Как это, вилочки нашлись, да, а садочек остался. Вот, то есть это будет выбором человека. Но это при том условии, что эта эмоция проживается. Что если она в гневе, она этот гнев проявляет, не подавляет в себе, потому что если она в себя это спрячет, она будет кипеть, как этот суп, который она потом стоит и варит. Ес, разрешить себе проживать любые эмоции, как вариант, да, и если сейчас на тебя напали, да, ну, соблезду быть игры, да, в виде, там, начальника или еще кого-то, уйти в туалет, ну, и как-то это прожить, там, порвать бумагу, там, нарисовать, нарисовать мордочку этого начальника. И что-то там. И манитас, и манитас. Да, 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 да. Ну, то есть вот дать реализацию, дать выход. Дать право себе прожить вообще изначально. Мы же такие существа, нам сказали, никакой злости, ни жадности, ни зависти, будь хорошей девочкой, и ты идешь, только улыбаешься. Если вот возвращаться к теме психосоматики, то есть когда у нас включается телесная реакция? Когда? Когда мы не можем, как сказать, прожить по-другому, реализовать это по-другому. То есть вот я так вот, стиснув зубы, там, потерпела, продышала, да, 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 потерпела, а потом хожу и об этом думаю, думаю, думаю. Надо было сказать так. Да, 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 да. Вот тогда начнет помогать тело. Заболеть и не прийти на работу, чтобы не видеть этого всего. Или если вот, ну вот у меня есть вот погружение в тему новой германской медицины, да, но я тоже не говорю, что это прям вот истина-истина, я все равно пропускаю через свой вот медицинский мозг, да, и как бы свожу, так скажем, концы с концами. Например, если вот порычать, да, вот на начальника надо порычать в ответочку, и по факту вы находитесь на одной территории, что вот в животном мире, что нужно сделать? Зубы показать. Зубы показать, это раз, и набрать много-много воздуха в легке, расшириться, и как? Рыкнуть, рыкнуть, чтобы, да, чтобы тебя услышали. Слышали? Нет, ну подожди, ну что, где, в туалете делать или представлять это в голове? Ну ты же не будешь на начальника кричать? Понятно. Вот я тебе объясняю, как включится тело. И по факту, если ты уйдешь и такой промолчал, да, ты такой тактичный, ты такой прям молодец-молодец. Мама сказала, девочки не рычать. Да-да-да-да-да. То, насколько для тебя это было значимым, ты потом через, ну там на следующий день, там через день-через два, ты свалишься с бронхитом, да, вот он тебе, пожалуйста, биологически заложенный механизм, да. Вот ты не порычал, оно как бы расширилось, ты это не реализовал, да, и все, и оно потом вот где-нибудь сказывается на теле. Вот они расширились бронхи. Это вот если конкретный такой случай, порычать на территории, да, на общей территории. Вот два человека встретились, да, вот мне нужно порычать, потом раз и уходишь с бронхитом. Вот разбирая там, например, бронхиальные астмы, да, там бронхиты хронические там с каким-нибудь астматическим компонентом, да, и так далее. Очень часто мы приходим как раз вот к той истории, когда человек не может порычать. Если это маленький ребенок, например, он не может порычать на свою маму. Ну да. Потому что мама никогда не даст ему порычать на себя. Ну, либо когда-то он это реализовывал, они ему сказали, ай-яй-яй, нельзя. И вот когда вот эти вот границы ему поставили, да, нельзя, нельзя, будь хорошим, тело начнет реализовывать. То есть тело начнет помогать. И по факту, если человек вот задается вопросом, ну, почему у него та или иная история с его телом происходит, то мы дойдем до той отправной точки, да, где вот это случилось, например, первый раз, и что ты там не реализовал. То есть какой вопрос ты там не решил, какой ты не нашел выход из этой ситуации. Вот тогда включается тело. Можно это сделать самостоятельно, вот такую ретроспективу? Как аут? К психологу. Вот смотри, у меня здесь ответ всегда такой. Если бы вы знали, вы бы не заболели. То есть если вы были осознаны и понимали, что ой, я сейчас капец как злюсь, как чайник. В любом случае, ну, я считаю, что, по крайней мере, на первых порах нужен сопровождающий проводник, который поможет... Опереться на него можно. И поможет твоей собственной психике, да, ну, не закрывать какие-то... Да, да, да. У нас же психическое любие такая. Ничего нет, все классно, это прекрасный мир. Это же защита, психозащит же вот так вот куча. Поэтому, ну, это логично. То есть психика тоже защищает своего хозяина. Да, да, да. Да, хозяин, мы за вас, мы для вас. Вот, и психосоматика, когда вот она проявляется в виде болезни, ну, я так назову все равно это слово болезни, то по факту это определенная программа в теле, ну, как бы биологическая такая, запущенная биологическая реакция для решения того или иного вопроса, запроса, ну, и так далее. Это очень крутое понимание, что... Потому что мы все время говорим, если что-то заболело, да ну почему, да ну вот зачем, ну что мне это? Да, за что, да. А если думать... На самом деле для чего. О, а что я могу с этим делать? Что мне мое тело подсказывает? У меня был случай, когда я лет 10 брызгала в нос всякими этими штуками. Я сидела на этом плотном, не дай бог, на ночь у тебя нет лекарства, ты задохнешься просто во сне. Я однажды, когда уже пришла в точку как-то взаимодействия с телом, я говорю, тело, тебе точно это надо? Может быть, мы как-то сможем отказаться? И следующий момент, я помню, что прошло 2-3 дня, а я не капаю, а такого не было вообще. И я такая, о, значит, тело не надо. Работает, работает. И значит, оно само просто меня от этой зависимости, я сейчас вот столько лет не закапываю, и когда смотрю на других, которые, ну, все еще в этой теме, я такая, блин, ну, что советовать? Ну, как я могу? Свой совет, сама себе посоветуй. Ну, вот я сама себе посоветую. Я вот что хотела спросить. Детская психосматика и взрослая, до какого периода дети, они как бы для родителей показывают? Ну, считается примерно лет там, условно, до семи. То есть вот первые три года, это однозначно, это вся история родительская. Мам, смотри. Да, 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 потому что дети, это как, ну, если брать систему, они слабое звено в системе. Самое слабое. На данный момент самое слабое звено. И они будут брать на себя вот, ну, это же слабое звено. Вот если все звено, всю цепь рассматривать, то будет напряжение там, где слабое звено. И у нас, например, вот один из моих учителей, Егор Миронов, он говорил о том, что если ваш ребенок сильно болеет, заведите кошку, ну, чтобы... Еще лучше или крысу, да, пускай болеет крыса. Да, чтобы она стала слабым звеном вот в этой, во всей цепи. А вообще, вот если ребенок часто болеющий, на самом деле нужно смотреть, а что же происходит вот там у родителей, да, где напряжение. Ну, то есть вот почему у ребенка вдруг, ну, по факту, должно быть очень здоровым, счастливым. Ну да, он же новый. Да, там же еще все механизмы должны работать нормально. Вся вегетатика еще, ну, не раздолбанная, не расшатанная, да. Вот, ну вот надо смотреть в родительскую историю, то есть что там происходит. Но это же неприятно делать. Проще же сказать, ну, он ходит в садик, и они там все заражаются, и это логично уму. Смотри, здесь очень часто... Да, я с тобой соглашусь, неприятно. И я на самом деле вот в своей практике, я сталкиваюсь, что работа с детской психосоматикой самая сложная. Вот прям сам работа. Потому что родители отрицают, отрицают, отрицают свое влияние, отрицают психосоматический компонент. То есть вот как будто бы проще сказать, нет, он супербольной, да, вот давайте с этим что-то сделаем. То есть перекладывать условную ответственность, там, ну, например, на врачей, да, там вот... Не долечили, не досмотрели. Помогите, да, там вот это вот... Ну, там, помогите, да, трансляция такая. Вот, чем посмотреть, а почему же все-таки это произошло? Ну, может быть, вот тупой будет пример, да, но если ты вот свое животное, там, оно упало с окна, и ты вдруг, ну, там, спасите, помогите, что с этим? Подумай хотя бы, почему, да? Ну, почему оно упало? В контексте, все дело в контексте, и вот родители как раз этот контекст не хотят разматывать. Или, ну, давай, знаешь, такой поярче, наверное, пример будет. Вот я сейчас готовлюсь к теме женской психосоматики. И как раз вот по этому поводу, смотри, когда вот женщина беременная, да, вот она готовится к родам, у нее увеличивается молочная железа, да, она становится такой пышной, красивой, и вот глядя на нее, ни у кого в голову не придет, что вот у нее грудь увеличилась, значит, у нее какая-то онкология. Почему? Потому что мы знаем контекст. Ну, да, она беременна. У нее организм сработал для того-то, для того-то, потому что сейчас ей это будет нужно. Вот с любым заболеванием все ровно то же самое. Пока мы не знаем контекст, мы этого боимся. То есть нам кажется, что... Любое заболевание, это страшно. Да, что вот это вот сейчас, это прям такой ужас ужасный, и что, блин, чуть ли не скоро жизнь закончится. Как только мы догадываем, ну, как бы разматываем, да, контекст, почему это произошло, для чего организм, ну, начал там что-то у себя увеличивать. Становится как минимум уже менее страшно. Ты начинаешь понимать свой организм и помогать ему уже, ну, как бы... Осознанно, да, осознанно прийти. Так, подожди, мне сейчас вот это вот увеличение уже не нужно. Мы решаем этот вопрос по-другому. Айда. Давайте договоримся. Айда, айда. Все. Да, давайте договоримся. И тут плавненько переходим к такой очень интересной вещи, без которой психосоматика вообще, мне кажется, не может существовать. Выгода. Вторичная выгода для человека иметь какое-то заболевание. Ну, вот... Все сказала уже? Да, мне тоже кажется, что ты, Диана, на самом деле все сказала, потому что вот слово выгода, уже, ну, все понятно. Уже все понятно. Ну, сейчас же такое сопротивление скажет. Мне выгодно, чтобы у меня болела нога? Нет. В том-то и дело, когда вот, ну, начинаешь там с любым запросом работать, в первую очередь, ну, во-первых, вот, как я говорила, да, что любому заболеванию там предшествует какое-то событие. Вот. Любой человек скажет, да, не, ничего не произошло. Вот, ну, то есть... Оно само? Настолько, да, настолько вот не понимает, происходит непонимание, где же вот эта вот взаимосвязь, да, вот чего-то пережитого с появившимися симптомами. Вот. То же самое касаемо выгоды. Вот это вот во взрослой истории, особенно если там повторяется симптом, вот это вот прям стопроцентно будет выгода. Ну, то есть, когда ты пошел к врачу, он тебе прописал таблеточки, болезнь закончилась на какое-то время, и такая через какое-то время, здравствуйте, я опять вернулась. Потом вернулась. Вот, если можно, я немножко углублюсь в терминологию, такую психосоматическую. Есть так называемые... Я сейчас это свяжу с выгодой. Есть так называемые треки. Треки в головном мозге. Ну, что такое трек? Это вот записанная такая история, да? Вот помнишь, как пластинки? Да, да, да. Мне сейчас подарили виниловый проигрыватель. Я вообще кайфую. И вот там как раз записаны вот эти вот треки. И иголочка попадает туда, да? И она начинает проигрывать ту же самую историю. То есть, дорожки какие-то? Дорожки. Вот, собственно, смотри, когда я тебе сказала вспомни свою влюбленность, твой мозг быстренько встал на этот трек. Трыс на свой любимый. Да, на этот трек. И раз он там что-то проиграл. И даже выделил частично хотя бы те же самые гормоны, да, которые тогда были актуальными. Так вот, когда мы впервые сталкиваемся с какой-то симптоматикой в организме, то организм, он же реагирует на какой-то, ну, стресс, да, на какую-то конфликтную ситуацию, да, на что-то он отреагировал. Даже на, вот если это касаться детей, да, там просто какое-то вот слово, которое вылетело там от какого-то взрослого, да, оно уже может восприниматься трагично. И организм записывает вот эту вот реакцию на ситуацию. Дальше. И он причем записал в этот момент, ну, очень много всего. Там, условно, я вот, знаешь, на этих вспоминаю, на тренингах всегда, как Киркоров на эту желтую кофточку. Розовую? А, розовую. Ладно, пускай розовую. Ну, то есть вот цвет стен, запах. Все сразу читалось, записалась информация, заложилась. Да, он записал вот этот вот прям контейнер такой. И в следующий раз, когда хоть что-то из вот этой вот сенсорной истории повторится, он может включить этот трек полностью. Понимаешь? Вот давай вот я расскажу такой кейс про аллергии на арахис. Женщина, которая была беременна, ну, вот ребеночком, да. И ей позвонили и сказали, ваш отец при смерти. Она в это время пила чай. У нее был тост с арахисовым, вот этим вот пастой с арахисовой, да. И она испытала такое. Ее любимый отец, это в другом городе, да. И вот организм вот это все записал. Она сорвалась, уехала там. Вся вот эта история там потом рассосалась, да. Ребеночек рождается. И там в возрасте трех лет у него начинается аллергия на арахис. Вот ты попробуй вспомнил. Да, что ты ела. Что это было. Ну, то есть вот из разряда можно ли самостоятельно. Самостоятельно можно отмотать и посмотреть, ну, вот до определенного периода. А есть какие-то истории, которые, ну, вот на самом деле нужно со специалистами, в том числе там, ну, сейчас скажу такое громкое слово, которое люди обычно любят, да, в том числе с помощью гипноза, например, да. Вот, то есть какие-то истории можно отматывать назад, смотреть. И самое главное здесь вот договариваться с организмом, что мы прожили это, да, все, безопасно, мир безопасен. Ну, то есть вот самая основная трансляция, то, что мы можем со своим организмом сделать, это показать ему о безопасности. И тут мы приходим ко вторичным выгодам. Так. Вот, смотри, если вот организм однократно вот так отреагировал, ну, вот аллергия, например, да, и, ну, подожди, аллергия, ладно, давай будет это не тот вариант. Например, у меня есть подруга, которая на любую ситуацию начинает загибаться желудком просто, вот вплоть до язвы, до госпитализации. На любую переживательную. На любое переживание. И вот она когда-то этому научилась. То есть вот мозг записал, ну, условно, трек, да, и теперь любое напряжение и любую опасность она проживает через это. То есть, знаешь, у нее по факту вот это вот, как, знаешь, такой клапан в скороварочке. Он вот этот симптом взял и поставил на службу всему организму. То есть через это я буду проживать любую теперь свое напряжение. И вот смотри, если мы будем забирать вот это вот заболевание у человечка, он такой, блин, а как по-другому? А я не умею. А что делать? А что делать? И он такой обратно, нет, отдайте мою болячку обратно. Это я тебе утрирована, конечно, человек это не сознательно делает. Но на самом деле это так и есть. То есть по факту надо вот эту вот ту же самую вторичную выгоду, да, показать, ну, договориться с мозгом о другой вторичной выгоде. Ну, то есть по-другому это проживать, да? А как ты можешь по-другому? Вот если ты условно не будешь толстая, да, как ты будешь по-другому защищаться? Давай поговорим об этом, да? Или если вот у тебя не будет болеть желудок, как ты по-другому будешь переваривать эту информацию? Как? Если ты не будешь больной, то как ты будешь уважение и сострадание других людей к себе привлекать, которые тебе хочется привлечь? Ну, это вот смотри, это такая явная выгода, да, то есть вот ее обычно вид. Из простого, да. А вот это вот, когда человек напряжение через это сбрасывает, да, это уже такая более, ну, прям скрытая, прям такая хорошая выгода. Вот. Очень часто это тоже у детей, да. Он не может по-другому скинуть свое напряжение. Он приходит в садик, да, его там все задолбали. Он вообще изначально не хочет туда идти, от мамочки, и так классно дома сидели. Он изначально туда идти не хочет. И если, допустим, вот они в очередной раз расставались, и он там пытался услышать, ну, когда же там мама придет, да, когда же там это... В ожидании в таком, в таком напряге, да? Да, да, да. И у него первый раз вот именно из-за того, что вот он там прислушивался, у него срабатывает, например, вот такой симптом, как отит. Мамочка его, естественно, эвакуирует из садика, лечит, заботится о нем, ухаживает там и так далее. И организм такой, ух ты, прикольный. Отит классная схема? Да. Рабочая? Работаем. Ну, то есть мы же выжили, и мы, самое главное, получили то, что нам нужно. Вот, пожалуйста, реализованная биологическая потребность. Ребенок хочет быть с мамочкой. Не в вашем садике. Не буду иметь это назвать. Я ненавидела этот садик просто. Вот, а он хочет к маме. Идите вы сами на свою ружу, да? Вот, он к маме хочет. И такой, раз схема сработала, он будет это делать несознательно. И потом в следующий раз мы опять-таки оп, и эту схемочку включили. Ну, и повторяющиеся вот эти из ряда. Да, да, да. И тут просто надо вот по факту, вот если при обращении к специалисту, помимо помощи, ну, такой медикаментозной, да, медицинской, ну, понятно же, что надо, если у тебя там температура под 40, да, ты не будешь сидеть. Не надо капусту прикладывать. Да, и медитировать, что так, идем в регресс. Моя жизнь неспокойная. Да, идем в регресс, там кого-нибудь там побили, там еще что-то, да. Понятно, что надо медикаментами помочь, да, чтобы, ну, вот чуть-чуть подсобрать, так скажем, организм, да, вот этот вот. Ну, посмотреть и проанализировать. Ну, посмотреть и проанализировать. И показать ему, а как можно по-другому. То есть вот как ты свою потребность можешь реализовать по-другому. Потому что организм, он, ну, правда, это, ну, на уровне с животным, это биология. Он, он, если он через твою когнитивную сферу не может, да, там, добиться как-то, он будет делать по-своему. И он все равно найдет себе... Своё прогнет. Прогнет. Он все равно найдет себе выход, как этого добиться. Вот тогда следующий вопрос. Аутоиммунные заболевания у тех людей, которые плохо к себе относятся, плохо о себе говорят, плохо там о себе имеют какое-то представление? Ну, это вот целый такой процесс, целая история, когда человек сам себя обесценивает. И обесценивает до такой степени, что, ну, как бы, организм начинает сам себя съедать, атаковать. Да, атаковать. Атаковать и приводить ровно, ну, как бы, в ту форму, которая, по факту, удобна сейчас. И смотри как, главное, конгруентно твоим переживаниям. Ну, то есть он приводит по факту в норму все три системы. Мозг, психика и тело. Все это приводится, как бы, к единому такому балансу. То есть я настолько с собой недоволен, что я буду иметь вот такое тело. Да, 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 да. Именно так. Именно так. А как из этого выйти, если вдруг человек посмотрел и такой, ааа, это все я сделал для себя? Ладно, я хочу размотать этот клубок. Что ему делать? Это же серьезное аутоимонное заболевание. Если все-таки вот щелкнуло, да, что я все-таки уже хочу с этим что-то делать. Не то, что там, ага, я буду еще, вот я поеду туда, в эту клинику, в эту клинику, да, там, и я буду там, ну, как бы сбрасывать с себя ответственность условно, да, через, опять-таки, врачей. А если уже все-таки хочет посмотреть на себя, то понятно, что обратиться к специалисту. Вот. Это не то, что такая прям пропаганда, да, но тем не менее, по моему такому ощущению, еще, знаешь, там, со студенческой скобьи, это должен быть такой единый комплексный подход, когда ты работаешь и с телом, и с мозгом, с психикой, да, вот все вот это такое... Потому что это же перекос, если мы такие, а, ну вот болит, и я пошел к врачу, а врач такой, ну вот тебе таблетки, а с психикой-то почему не разобраться? Это же так важно, особенно сейчас, когда психология настолько распространена, и все говорят, да займитесь вы уже самим собой, не кем-то другим, собой. Согласна, согласна. Мне в свое время посчастливилось, ну, как я тебе рассказывала, да, я со студенческой скобьи, когда вышла, я закончила интернатуру, потом ординатуру, и устроилась в переклинике, вот, ну, при кафедре. И у меня кабинет был рядом с психотерапевтом. И я представляю, что только со студенческой скобьи. Я такая материалист, да, что мне надо все пощупать, потрогать там и так далее. И вот, ну вот, я как невролог, у меня, там, примерно, там, 30%, да, приходят люди, там, с вегетативными нарушениями, с паническими атаками. Ну, вот это вот уже. Вот, именно означаешь одно, другое, третье, там, ну, рассказал, все объяснил, там, с точки зрения физики, там, ну, кому-то легчает, кому-то не легчает. И вот это вот, мое соседство с кабинетом психотерапевта, мне оно в свое время вот так, ну, скажем, помогло, да, в понимании человека как единой системы. Потому что я приходила к ней и спрашивала, так, вот я назначила, там, такой-то антидепрессант, там, на-на-на, вот он не работает, подскажите, помогите. Она очень грамотная женщина была, да, и она такая, ну, давай я тебе научу, как говорить пациенту так, чтобы он услышал тебя, что надо, и к психотерапевту в том числе. То есть, что ничего зазорного нет. Да, что не то, что там навязать как-то или еще что-то, а сказать так, чтобы, и у меня правда ушел, наверное, год, прежде чем я, как врач, смогла просто произносить норма. Вам напротив. Да, 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 а ты представляешь, вот как это сказать пациенту, о том, вам нужен психотерапевт. Одно слово психа, они уже начинают... Смотри, что-то не так. Это начинается полная защита. Такой, я не псих, это как минимум, да. И потом, там, придет он к тебе второй раз на прием или не придет, это вот уже такая... Она меня послала психотерапевта. Да, да, вот. И я говорю, у меня реально ушел год, прежде чем я научилась говорить это правильно, корректно, с таким, знаешь, с участием, наверное, да, что я на самом деле с заботой о человеке говорю, что вот так-то, так-то и так-то, что у нас по факту голова-то не отдельно живет. От тельца нашего, да, что мы-то это вот такая единая система, единая структура. Ну вот я все про единство, про единство. Ну это, опять же, человеку надо все самому же это сделать. Решиться, увидеть, пойти. То есть никто не сделает. Поднять свою пятую точку и дойти до пункта назначения? Ну да. Ну, видишь, смотри, это же еще надо понимать, что это тоже проявление твоего организма и такая же биологическая потребность. В туалет, например, вас за ручку не водят. Это тоже биологическая потребность. Мне нравится такое слово, там, психогигиена, да? Вот. Вообще, на самом деле, вот это надо... Ну, это тоже про реализацию эмоций, да? Это про нормальное, адекватное отношение вообще к такой структуре, как психология, психотерапия, да, и так далее. Ну вот, пожалуйста, да? То есть чтобы не было зашлакованности, да? Как это вот назвать? И это в первую очередь, наверное, знаешь, вот культура говорить об этом. Потому что у нас в России, да, вот сейчас более-менее нормально уже с... Ну лет 7-10. Да, вот с этой прослойкой. А раньше это было очень сложно. То есть вот направить пациента к психотерапевту, тем более считающего себя здоровым, там, успешным, богатым, но тем не менее его там долбят эти панические атаки, да? Ну, сложно было даже говорить об этом. Много у вас кейсов, историй, где человек обращает на себя внимание, идет к психотерапевту, занимается с вами, и у него есть результат, он больше никогда не возвращается? Конечно, конечно. У меня такие истории есть. И я всегда все-таки, знаешь, во взаимодействии с, опять-таки, психологами, психотерапевтами, то есть не только я одна веду, да, я еще передаю коллегам. Вот, потому что на длительную терапию, ну, я на длительную не беру, у меня очень большой поток клиентов, да, пациентов, а передаю бережно, опять-таки, да, с любовью передаю дальше. И в этом толк однозначно есть. За такую многолетнюю практику очень много таких классных историй, разрешившихся. Ну, например, вот если, вот ты про нос про свой говорила, я помню, когда вот я только-только начала заниматься психотерапией, мне дали подростка на терапию. У него была проблема с носом, там, гаймориты, заложенность, вот это вот все. И за... И у него были вот эти вот треки на осень. Вот трек я уже объяснила, да, что вот это вот записанная такая пластинка. Он трековал осенью. Это вот терминология такая, трековал. Ну, то есть отыгрывал трек. И осенью его стандартно накрывало. Он начинал там, все это связывали с переохлаждением, ну, там, с тем фактором, с тем фактором. По итогу мы размотали до того, когда вот мальчик, он сменил партнершу в танцы. То есть он много лет занимался танцами, спортивными, бальными, вот этой вот красотой всей. И девочки же раньше растут. Она его переросла. И они просто в паре смотрелись негармонично. Это с точки зрения его преподавателей как бы нормально. Да, он ему заменил партнершу. То есть партнерша стала нормальной. Смысл в том, что мальчик, у него случилась как раз-таки аутоаллергическая реакция. В каком плане? Он начал пахнуть и отпугивать от себя эту партнершу. И нос у него закладывало, вот как на собственный вот этот вот выделяемый запах. Самого себя не ранить с этим. Да, вот у него нос закладывало как раз вот на вот эту всю историю. И когда мы размотали, ну то есть вот проиграли, он там реализовал эмоции, когда... Ну то есть подавлены были эти эмоции. Да, он и не думал. Ему же, видишь, получается, сверху сказали, директивно навязали. А меня не спросили. Меня не спросили, и его потребность не была удовлетворена. Вот, получается, тело начало вот эту вот потребность по-другому проявлять, да. Он вот эту партнершу просто, говорю, начал отпугивать, как скунсик такой, да, случился. Но с учетом того, что он скунсик, он свою-то нюхательную систему раз и закрыл. Вот. Вот это вот история. И потом мне писала мама, там сколько-то время спустя, что история разрешилась вполне благополучно. Хотя он там два или три года было вот в этой истории. Это непонятный какой-то такой, да, откуда взялась и куда пропала. Да, я почему вот это вспомнила, это один из таких первых удачных, успешных кейсов. Потому что вот я же невролог, я не лор-врач, да, и я работала, собственно, вот с другой патологией, да, не особо мне известной, да, но я в нее погружалась с точки зрения именно психосоматики, то есть вот с точки зрения эмоционально чувствующей сферы вот этого человечка маленького. Итак, Татьяна. Давайте проговорим, ну, какую-то поэтапность, что ли, действия. Вот человек, например, видит, что у него заболевание, которое повторяется. Да, он был у врача, все, он уже полечил таблетками, оно опять вернулось. Что делать? Ну, вот кроме того, что смотреть, как я проживаю, какие ситуации, как я на них реагирую, где я сама себя зажимаю, потому что иногда мы даже не честны вот в этом вопросе. Да, да, да. Слушай, ну, такая, наверное, банальная заезженная фраза, да, искать вот эту честность с самим собой, искать прям ее. И я опять-таки повторюсь, да, пытаться, ну, договориться, наверное, с телом, да, поговорить с телом. Мне нравится, вот одна из психологов тоже задает такой классный вопрос, а что же мне поможет? С этим? Да, и вот эта вот стратегия, да, а что же мне поможет, это как раз вот договориться с телом о том, а как по-другому можно реагировать. То есть не прибегая к помощи, там, симптома, болезни, да, а как я могу по-другому? И, ну, все-таки держать так у себя галочкой в голове, ну, обратиться к специалисту. Про честность к себе, это же может полететь все. Окружение, подружки, не знаю, мужья, работа, коллеги, может измениться все, когда ты начинаешь не врать, говорить, о, меня так не устраивает. Ну, здесь, опять-таки, исходя из собственной, наверное, экологичности, а тебе сейчас как надо? Тебе надо, чтобы вот тебя любили и принимали вот таким вот, ну, определенно, там, смазкой, уже с нарощенным горбом каким-то, да, там, с каким-то там симптомом. Ихороший, ну, вы видите. Да-да-да. Или ты все-таки попытаешься. Или я сама есть вот такое. Да, и ты попытаешься найти истинную близость, когда тебя принимают и таким, и таким, и таким. Не только твой, знаешь, такой фасад, да, 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 да. А вот то, что еще и стоит за этим. Если я против шерсти, ну, такая вздоборенная. Да, и тут вопрос будет уже, опять-таки, ну, к тебе, к самому как к личности, а тебе лучше как? Тебе лучше вот фасадами дружить, да, или все-таки вот, ну, пойти поисследовать настоящую глубину. Ну, вот про настоящность. Ну, и тогда вопрос, наверное, про честность уже отпадает. Да, ну, мне кажется, это очень прям классное время, когда ты живешь вот на этих треках. Да. Живешь, 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 поступаешь одинаково, потом думаешь, о, а как я могу еще? Выйти, да, из, как это, день сурка, да? Да, 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 да. Выйти вот из этого и такой посмотреть. Там, позволить одно, второе, третье, и думаешь, а, что, серьезно, так можно было? А так можно было? И я могу проживать более какую-то свободную, яркую жизнь. Здорово. Здорово. И у меня, оказывается, есть и вот такая потребность, и вот такая, и вот такая. О, смотрите, а я могу вот сделать вот так вот, и меня за это не осудят, не закидают тряпками за то, что ты там не работаешь в графике. Да, да, да. Это я свою историю рассказала. Мне все было страшно выложить там в среду утром фотографию с Трогаяка, что я нахожусь там, думаю, да, люди работающие меня сейчас просто возненавидят. Ну, потихоньку я смогла побороть, думаю, ну, у меня вот так, я по-другому как-то функционирую. Самый прикольный такой, знаешь, эффект, когда ты начинаешь вот жить честно и, ну, проживать по-своему, появляется больше энергии, да, и на самом деле, да, окружение меняется, но тебе, тебе становится еще круче от этого. Это вот есть такое классное упражнение. Вот, Диана, вот смотри, да, вот смотри. Если бы я сейчас тебе подарила миллион долларов. Наконец-то! Так. Неожиданно. Выдыхай, выдыхай, да. И у меня же глаза закрылись. Круто. Вот у тебя закрыты все твои базовые потребности. Все, там, дом там на Тургаяке, там, машина классная, которая тебе нравится, да, там, тын-тын-тын-тын, так, ты уже наездилась и там, и там, и там. А деньги вот все есть. Не кончай. Есть и есть. Знаешь, такая скатерть-самобранка. Миллион не кончай-ка. Да, миллион не кончай-ка. Вот чем бы ты занималась? О, я бы занималась саморазвитием. Я бы обучалась, я бы давала эти знания людям. Ну, вот я бы в движении была бы, чтобы у меня все есть, а что я могу дать? Глаз. Это интересно мне было бы. Ну, я, собственно, этим и занимаюсь. Без машины, без дома на Тургаяке. Я только хотела сказать, что, ну, вот, подсматривая за твоими какими-то, да, там, шагами, там, в соцсетях в том числе, да, ты так-то идешь тем путем, да? Ну что ж, спасибо огромное. Это был интересный разговор. Это был какой-то такой один уровень, после которого каждый человек может добраться до чего-то своего. И мы всем пожелаем это сделать. Ну, кто мучается, кто получает выгоды от своих болезней, ну, тогда, пожалуйста, вы можете делать вообще все, что угодно. Мы такие принимающие люди, все, что угодно. Это была Татьяна Чешерская, врач-невролог и психосоматический терапевт. Как можно вас найти в городе? Вдруг будет такой вопрос. Ну, если это корректно, говорит, центр здоровой семьи. Я думаю, это корректно говорить. Это было что-то интересное. Татьяна Мэр. А, да, вот сюда. Спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, вы доварили этот суп, который начали в начале. И все будет на пользу. И у вас будет и суп, и новые знания, и, может быть, какой-то вектор, куда идти. Все, до скорых встреч. Не болейте. И да, для Андрея Данилова, еще раз повторяю, если вдруг вы заболели, идите на обследование к врачам, к платным, бесплатным. Идите задавать анализы. Ну, и, конечно же, задумайтесь, что психосоматичного во всей этой истории. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин